Белые халаты, кислоты, растворы, дисплеи и индикаторы. Заведующая лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы Олеся Гришина показывает, как работает умная техника, которая помогает выявлять некачественные продукты. Этот прибор называется клевер. Каждый день мы на нем исследуем, каждое утро мы на нем исследуем свежее молоко. Этот прибор нам покажет сейчас жирность, сухой молочный остаток и плотность молочка. В торговом зале на рынке Красный Камень рабочий день в разгаре. На прилавках тысячи товаров, но в отличие от стихийных точек, здесь каждый товар проходит тщательную проверку, и покупатели могут быть уверены, все свежее и самого высокого качества. Важно понимать, что покупая овощи и фрукты, или даже мясо на уличном развале или с борта автомобиля, вы не застрахованы от серьезных неприятностей. В мясе могут быть паразиты, а во фруктах или ягдах, скажем, превышен уровень радиации. Лучше не экспериментировать со своим здоровьем. Хитрые девайсы позволяют взглянуть на продукты вооруженным взглядом. Скажем, вот этот прибор определяет качество масла. Хороший продукт при специальном освещении имеет желтый цвет. Продукт с избытком растительных жиров, например, пальмового масла, горит синим. Не менее внимательное отношение к мясу. На рынке его более 50% домашнего производства. Свинина в обязательном порядке исследуется на трихинилез, так как это особо опасное заболевание, которым болеет человек. У нас мясо поступает с благополучных районов по трихинилезу. Но обязательным условием ветеринарно-санитарной экспертизы является данное исследование. На каждый тест опытный специалист, в распоряжении которого современные приборы, тратит не больше нескольких минут. Поэтому у продавцов эти процедуры не отнимают много времени. Обязательным условием ветеринарно-санитарной экспертизы на рынке является проверка дикорастущих грибов и ягод. Данный прибор называется СКС-спутник. Он измеряет уровень радиации как раз-таки в дикорастущих грибах и ягодах. Анна Ревягина работает продавщицей рыбного отдела. За день через их торговую точку проходят сотни покупателей. И не все они готовы верить на слово продавцу. В таких случаях отдел ветеринарного контроля является своеобразной гарантией свежести товара, знаком качества. У нас уже покупатели такие продвинутые товарищи. Мы говорим, без проблем, вот, пожалуйста, ветврачи находятся там, проходите, вам все покажут, расскажут. Были моменты, что действительно приходили, туда подходили, все выясняли, потом возвращались. Да, спасибо большое, мы все посмотрели, мы теперь спокойны, уверены, нам все нравится и все хорошо. Сотрудники лаборатории ветеринарно-санитарной экспертизы отмечают, что и сами продавцы зорко следят за качеством товара. А потому продукты, которые не выдерживают проверки, встречаются довольно редко. У нас все добросовестные продавцы, они врача немного боятся, уважают. Наша лаборатория работает с 7 утра до 7 часов вечера, и мы в режиме реального времени каждый день проводим ветеринарно-санитарный контроль всей продукции. Таким образом, покупатели могут быть спокойны. На рынке, где работает ветеринарно-санитарная экспертиза, за качеством товара строгий контроль. Максим Козлов, Сергей Ларин, Ольга Садовская. Видное ТВ.